Продолжение следует... Узнаем, кто же станет обладателем трех очков в группе. Битва нешуточная. Первую карту. Свой пик выиграли Inhuman. Ответили тем же самым Revolution, обыграв своих оппонентов на TheCash. Чем порадует Cobblestone? Сейчас узнаем. Да, ведь Cobblestone это десайдер матч. И в принципе делать какие-то прогнозы на ту или иную команду нельзя. Да, но прогнозы уже как бы есть. Вот они коэффициенты, что выиграют Revolution. Да, мнение комьюнити, мнение тех, кто на этот матч таки поставил. А таких людей, поверьте мне, немало. Больше 2000, почти 2300 человек поставили 6334 скинца на этот матч. И большинство верит, что все-таки кыргызско-казахская связка команды Revolution Gaming сегодня окажется сильнее. Могли они выигрывать и карту Mirage, но там не человеческий камбэк. Показали Inhuman, все-таки волюшка к победе есть у украинцев. Ну и все возможно. Cobblestone опять-таки карта большая, хорошая. Можно разводить, можно делать перетяжки, файковать, делать суперстаг на B в рамках пистолетки. В общем, пространство для маневров огромнейшее. Да, как и сама карта. Ну твои прогнозы на третью. Вот если честно, я склоняюсь к тому, что Revolution третью карту должны отжать. Такие первую они, ну да, проиграли, но согласись. Очень жестко, очень жестко там Inhuman прям порадовали. Плюс выключился снайпер Revolution, от которого... На второй половине, да. Пытались играть от которого все-таки в атаке, ну точнее в дефе Revolution. Не получилось, но у них как-то больше тимплея, больше как-то чувствуется сплоченность этого коллектива. Хотя ты знаешь, сумбурные ситуации, ошибки есть как у одной, так и у второй команды. Это их целый ворох. И тем не менее, несмотря на это, вот те ошибки, которые допускают игроки, они даже привносят какой-то интерес в этот матч. Поэтому, ну, я, конечно, не желаю парням допускать ошибки дальше, но иногда... Но это забавно. Да, иногда это забавно. Был нож, были допы, были просто нереальные прострелы в дым. Какие-то мансы, когда парни вообще не понимали, что происходит на карте. Все со всеми стреляются, кто-то флэшон и кого-то забрал. Ну, в общем, незабываемые впечатления от этого матча. Поединка на двух картах уже. Да, ведь только две карты, третья еще впереди. Вы же в чате не забывайте также высказывать свое мнение относительно этого матча. Ну, на какую команду поставили свои драгоценные скинцы, тоже пишите. Мы же напомним, что спонсором этого матча, как и всей про-серии, является сайт ksgoskin.com. Сайт, на котором вы можете стать богачом. Да, вот Ленин уже практически стал богачом. По крайней мере, свои скины отбил так точно. Но кто-то очень жесткий поставил доллар против десяти и отдал. Ну, кстати, да, я вот в плюсе на девяносто пять центов. Таки да, хорошее начало. Между картами-то доллар наварили мы все-таки с вами. Что, переходим к игре. Я вижу, тут четверо съели, походу, пятого. Я не знаю, где. Да будут в четвером играть. Что? А, плохой респаун у человека. И мы его, к сожалению, не увидели. Режиссер нам подсказал, в чем там проблема, в чем беда. Итак, леди и джентльмены. Третья решающая карта в первом. Best of 3 противостояние на сегодня. Сайт пик на ваших экранах. Да, вот он, мистический пятый игрок команды Inhuman. Через рука выпрыгивает. И, по-моему, они здесь будут выбирать сторону. Ну, неужели три из трех сайт пика возьмут Inhuman? Такое тоже может быть. На ножах эти парни откровенно сильны. Да, так и получается. Галантис вроде попытался как-то спасти положение. Но двух игроков посадив на перо, он оказался там сам. 1-0. Да, довольно жестко. То есть украинская пятерка постоянно выбирает сторону, за которую им приятнее начинать. Не всегда это работает. Опять-таки в атаке. Revolution сильны. Это было и на кэше, и на карте Mirage. Вот, в принципе, больше дефолта набирает звено Revolution. Да, пока же... Рыба! Пока рыба моей мечты! Кстати, ты заметил, у рыбы в пасте есть... Это фам-пам, да? Да, да, есть даже штука специальная. Ты понял? Вот разработчики КС, они не поленились вставить рыбе трубку в рот. Вот это повороты. Ну да ладно, пока же у нас, друзья, рестарты. И, наконец-то, третья решающая карта. И пистолетный раунд. И панорамы Cobblestone. Это средневековый замок, который террористы пытаются взорвать с разных точек. Очень стратегическое место, средневековый замок. Разбомбить просто обязательно. Но тут есть, опять-таки, какие-то трансформаторы, еще что-то. Видно, что не совсем все средневековое до конца. Стоит отметить, что Human в атаке решили начать. Хорошее решение, знаешь, я с ним согласен. Вот я тебе скажу честно, я согласен с решением начинать за слабую сторону. Хотя это вот тоже не факт, слабая или не слабая сторона. Просто за атаку здесь начинать, вот я считаю, поприкольнее. Да и вторую половину, ну, можно будет нормально отыгрывать. Покажем. Ой, тут что-то не начекают или начекают пикселя. Есть контакт, рейдж, первый минус. И что-то тут мудрят-хитрят, Inhuman, сделав фраг. Они стягиваются в обратку под респаун. Но это вроде бы как видел Галантис. И удивить не получится террористам этой перетяжкой там трое на Б. Более того, СНК занял любопытную позицию, хоть и стандартную, но с нестандартными девайсами. С дуалберетами он занял лонг. Но, кстати говоря, Inhuman, немножко потусив под Б, снова выходит на точку А, прямолинейно через мид. Открываясь через апдаун на дугу, они решили стягиваться так долго, пока Revolution Gaming уже успели прийти по инфе. Но пиксель слышал вообще весь этот экшен. What the hell? Я не знаю даже, как сказать. Хотя посмотри, Inhuman сопротивляют. Хэдшоты летят все-таки, но недолго. Недолго, да, странное. В общем, что-то непонятное. Сами себя перехитрили. Inhuman хотели идти А, потом под Б сместились, потом вернулись в А, при этом их слышали. Вот это самая большая беда, то, что стоял пиксель под ямой, слышал троих. И прекрасно осознавая вообще, что происходит на карте, все-таки повели со счетом 1-0 Revolution. Ну а вот представь, каково сейчас координатор у команды, который сначала все на Б, пацаны. Нет, давайте стяжка, обратно. Нет, все, идем, точно идем. В итоге пистолетка проигрывается, все на него смотрят. Как бы никто ничего не говорит, но все все понимают. Да, это беда, увы. Ну пока, что там, форс? Просто выход с апдауна, наступили на Хэшку, отдались вчетвером. Слушай, вот этот форс, как и не форс вовсе. Так и с глоками можно было прыгнуть. Да, можно было с глоками еще эффективнее сыграть, на самом-то деле. Тут арморы, что были, что не было, с варанганами пацанов, увы, разобрали. 2-0, бомба не была установлена ни в первом, ни во втором. Здесь уже должен быть экономический раунд. Ну и 3-0, хороший дебют, хорошее начало в третьей карте для Revolution Gaming. Кстати, они решили сменить свое название, просто сегодня они еще играют под старым тегом. Я не помню точно, как они дальше будут называться, но... Интрижку, интрижку запустил нам Ленин. Так что последнее выступление команды Revolution Gaming под этим названием. Ну, тут снова какой-то врыв пятером. Надеюсь, что у Inhuman есть идея, что вообще делать в атаке. Они сознательно выбрали сторону нападения. Ну, пока я вижу там 5 дроп, 5 яма и так далее. Что там, Костя, нет? Что нет? А, нет, я посмотрел, что мне написал Степан. Азиатские Соколы, Asian Hawks будет называться команда. Хоукс? Да. Ты прям так знаешь, что такое Соколы, ничего себе, Федор. Я впечатлен. Я играл в Lineage 2, поэтому... А, это где прыгать, бегать, да? Это как Perfect World, только Lineage. Только Lineage, да. Я понял. Ладно, друзья, у нас 3-0, полноценный девайс. Но, кстати, что интересно, ни у той, ни у другой команды нет АВП. Зато есть скаут у Галантиса. Да, Галантис сегодня уже пытался на карте Мираж играть именно с этим девайсом, когда у него вообще не летело. Ну, сейчас, скорее всего, ну, решил не рисковать. Да и денег очень много требует АВП. Лучше там киты, раскидочка. Плюс 9-ый тев есть у Галантиса. На крайний случай можно кого-то дотыкать в упор. Да, пока же Маллингер. Хороший опенфраг в лонге. Тот находит Кензора, Хаешка в апдаун. Ну, особо она там никого не дамажит. Может быть, не сильно. Но сам факт опенфрага уже достаточно важен. Видно, что Revolution пока довольны выбором Inhuman начинать в атаке. В защите у Revolution все получается. Да, с этим, конечно, трудно поспорить. Особенно с учетом того, что вот сейчас бы как раз Inhuman и собраться. У них есть 5 калашей в противовес Revolution с трактором и скаутом. То есть, по факту, преимущество в руках атаки. Но они потеряли первого. Маллингер, кстати, продолжает агрессивно работать на платформе, не давая вообще никакого пространства террористам для выхода в B. Да, бомба стягивается. Бомба под А точкой. Хорошая позиция игроков защиты. Они так топают. Они настолько палевно все эти делают перетяжки, что, скорее всего, захлебнется этот раунд. Да, по всей видимости, так и есть. Шерш хотя бы пытается спасти положение. На кэше у него что-то в подобного рода раундах уже получалось. Пачанга палит свою позицию. Шараша должен, Шерш, прошу прощения, на него перестраиваться. Но Пачанга разбирается. Однако вот Свят, Свят увезет больше. Как он вообще СНК убил, непонятно. Вроде бы Пачанга был соло на точке. В итоге раунд один на один. Нет никакого прокида у Маллингера. Зато отличная позиция в спине. Но, Свят, в последний момент понимаешь, что в спине кто-то может быть красным уходит. Маллингер занимает, опа, крышу. И тут же погибает от Свята. Минус 4 в его исполнении. Это первый раунд, который на абсолютнейшем морозе уходит команде Inhuman. Как Федор и подчеркивал огромное количество ошибок. Кто под ты? Все-таки взятый раунд. Да, вот стоит отметить. Revolution смотрится вроде бы цельно, командно. Здорово, все у них замечательно. Но Inhuman как-то где-то проперлись. Где-то у кого-то залетело. Повезло и борются, борются из последних сил Inhuman. И открыли уже еще два таки эти ребята, делая статистику 3-1. Ключевой раунд для Revolution. Если они не хотят оставаться с пистолетами, то нужно сейчас тащить. Неплохая подсадка Галантиса. В ответку мы видим. На апдаун запустили. Он там сделал минус. При этом террористы-то дальше стоят. Ничего не сделали в ответ. Да, и при этом у террористов сам по себе вот такой не очень хороший бай. По сейму Шерша, Галил у Рейджа. Странно, в общем, странно. И потеряв одного игрока, они, ну, конечно, шансов тоже лишились. Ведь у Revolution Gaming, даже при том, что они прошлый раунд проиграли, бай, ну, на мой взгляд, лучше. У них есть даже АВП. Вот так и так. Ну и король, наверное, этого замка тоже стоит. С копьем. Кого-нибудь может рыбу вон ту проткнуть, может, копьем. Рыбу. Да там не настоящая рыба. Как и он, в принципе. Ну, это такое дело, как мы видим, без бомбы куда-то ломятся. Сейчас Inhuman непонятно. Спалились под рукавом, спалились в апдауне. Ну, вот без плента. Куда? Что? Просто без размена, без ничего идут. Идут и погибают. Сейчас игроки Inhuman 30 секунд до конца. Разыгровочки дуэтом. Кензер плюс дублер. Ну, в отчаянной просто попытке штурма Б сейчас, скорее всего, также погибнут. Ну, не было идеи на раунд. Вот просто никакой. Да, и при этом, когда они потеряли игрока, как-то вообще расклеились. Ничего, увы, не сделали. 4-1. Денег на бай нет. У Revolution Gaming отличная возможность взять пятый. Ну и дальше просто продолжить серию. Видно, что у Inhuman первая половина на кобле пока не заходит. Да, взяли один раунд, но скорее, ну, не то, что скорее, там, 100% за счет свята, который сыграл индивидуально. Хорошо, сделал, по-моему, 4 минуса в раунде. Да, Quadro Hill пока что единственный лучик света в этом царстве тьмы. Для команды Inhuman. Ну, вот непонятно, вроде бы сами взяли атаку на карте кэш, сами просто бегают. Ну, вот опять бегут в пятером, получается, все хорошо у них. Да, и посмотри, никто их не может контрить. Шерш настолько удивлен происходящим, что забирает своего же тиммейта, просто говорит... Волевуха. Да, говорит, волевуха без потерь зайти не должна. Никак, так не бывает. 4-2. Теперь уже, ну, вот я поспешил с пятым раундом, конечно. Вопреки всей логике Inhuman начинают тащить, оставив своих оппонентов с пустыми руками, в буквальном смысле. Там что-то пистолеты передропываются. Да, и это может даже как-то камбэком развернуться для Inhuman. Вот после всего, что мы увидели, я уже даже не строю какие-то планы и предположения. Можно просто усесться и смотреть игру дальше. Контрподсадка на дропруме Молотов, однако, контритую на корню. Пикселю везет больше, он делает минус, но на этом вроде как все и стопорится. Да, дам три минуса от атакующей команды. Галантис последний. Галантисы находят между кубом 4-3. Inhuman выигрывают раунд. Вот потихонечку-помаленечку раскачиваются команды в атаке. Вроде бы нет каких-то суперзаготовок, суперпробросов, каких-то рабочих перетяжек у них. Но это не мешает действительно показывать хорошую стрельбу, где-то пёртость. Ну и, конечно же, составлять достойную конкуренцию звену Revolution, которые с ФАМАСами, но АВП. Которые с ФАМАСами, но АВП. Высокая точность, самое главное, не затупить. Пикселю и ФАМАС не нужен, ему эмки хватает, чтобы забрать рейджа. Его, попытавшись разменять, также погибает кинзор. И вот только с третьей попытки Свят всё-таки забирает Пикселя. Но какой от этого толк, если преимущество у Revolution Gaming уже есть. Нет, конечно, толк тоже есть. Это просто выражение такое. 4-3. Ну вот Свят, как я вижу, не собирается никуда перетягиваться. По-моему, даже догадывается, где может стоять. Сейчас оппонент, флешка, правда, на дистанцию. Умудряется где-то там отдаться по Чанго. И просто, стоя на месте, Inhuman 3 в 3 остались. Просто стоя на месте. Никто никуда не шёл, бах, 3 в 3. Нормально. Прилетело, удачно. Но этот раунд всё ещё не выигран командой Inhuman. О, какой тайминг чудовищный для Свята. Сейчас он тоже как-то развёл сам себя. Но тут же ушёл обратно. По Маллингеру, однако, он всё равно попал. Минус от Свята. Ну что, хорошая флешка. Маллингер, понимая, что это будет Аркада. Точки А, штрафует первого. И это ещё далеко не конец. Раунд 2 в 2. Маллингер, даблкил. Вот тебе и Фомасик. Слушай, как хорошо манцуется. Галантис успевает прийти на помощь. Я думаю, что в дугу нет. Выпускают всё-таки обратно в дугу игрока-дублёра. Но только лишь для того, чтобы забрать его в широкой позиции. Галантис, ласт фраг, минус 2 от Маллингера. Однако, здесь отдельно хотелось бы отметить, что Маллингер сделал ключевую работу в этом раунде. Он сделал два действительно непростых минуса. Да, замечательно. Замечательно индивидуально, конечно, сыграл парень. Ну и вот теперь задача Inhuman. Поставить как минимум бомбу, чтобы сохранить экономику. Ну а как максимум удивить оппонентов. Ворваться, наверное, в Б, судя по их действиям. И выиграть хотя бы четвёртый. Ну, врываться на Б, прям вот так вот, прямо линейно, прям даже без смока. Ну давайте же смотреть, как у них это получится. Пока Галантис ловит флешку, промакивается. Один уже просачивается, но ненадолго. СНК, более того, делают минус по Кензору. Третий минус от Галантиса. Браво. Браво, снайпер команды Revolution Gaming. Он всё сделал как нельзя лучше. Дублёр пытается спасти положение. 2-2, смотри-ка, ничего ещё не потеряно для Inhuman. С огромными трудностями они занимают Б, плэнд. Бомба устанавливается. Есть понимание по дублёру, но только пиксель. Пока что козырный туз в рукаве пятёрки Revolution. Обходит спину. Маллингер, неплохой тайминг. Тут же с ножом. Ну вот это жесть. Рейдж. Колоссальная ошибка. Дублёр последний. Ну и... Нет, по нему, кстати, нет инфы. Его быстро тут, да, не найдя, поймут, где он... Ну нужно дефьюзить. Там и дублёр сам уже спиной развернулся. Это как-то так. Вроде бы плохо в начале, потом раунд кажется 2-2, но слишком много невнимательности со стороны Inhuman. Да, и бомба дефьюз, очередной раунд уходит Revolution Gaming в защите. Это действительно хорошо. Но как начинали? Как начинали-то Inhuman? Да, бежали в Питерол. Бежали в Питерол. Дикие звери. Да, потом отдались Голландису, ты подумай. Эх. АВП, на ВП не смогли расконтролить, но по факту Revolution всё-таки, всё-таки вот большинство раундов 2-2 выигрывают. Ну и теперь что там у Inhuman? Нет денег снова, буду делать текам. Тек, оно без арморов. Теки без арморов. Ну, армор есть только у дублёра. Может быть, он сделает минус 5 в этом раунде, ещё и под молотов. Ну тут Inhuman вновь. По старой рабочей схеме будут бежать 4б, как мы видим, через арку. Есть ли флешки? Да, есть флешки, смоку. Маллингер, кстати, под флешку занял лонг и не просто... Нет, просто так он его занял, чтобы затем отдаться кинзору. Голландис отстреливает одного игрока, но он красный. Шершу не составляло, а труда его забрать на префайре. Ещё один размен к Мочанге. Более того, СНК забирает Шерша. Хорош, но 2 в 2 после килла цвята. Вновь, вновь 2 в 2, дорогие друзья. Inhuman. А, ой-ой-ой, спалили бомбу. Пиксель должен давить игрока. А, ну как так-то получилось? В тушку Свят с деглом выносит вперёд ногами Пикселя. Дублёр, ну, чё-то боком стоял. Да, странное на самом-то деле решение. Дублёр, ну, я даже не знаю, к чему был готов. Но теперь Свят с лоу хип остался в одиночестве. При этом Пачанга, скорее всего, услышал своего оппонента. Понимает, что его сейчас будут сжать в спину. И Изи отстреливает лоу хипового Свята. 7-3. Неправильное принятие решения. Видимо, думал, что Пачанга сейчас или впрячется в бэй, или вообще куда-то убежал. И, как мы видим, вот так простенько в окне отдаётся. Последний выживший игрок команды Inhuman. Последние деньги, кстати, в нападении. Ну и вроде бы инициатива в руках на третьей карте всё-таки у Revolution. Не знаю, кто более готов к Cobblestone. Ну вот, по крайней мере, по истечении 10 раундов ярче выглядит дефенс. Но, опять-таки, первая половина ни о чём не говорит. Но ты знаешь, если Revolution возьмут там в 11 раундов в защите, то она-то скажет. Она-то скажет. И вот Revolution Gaming к этому и пытаются идти. По крайней мере, к первой половине. OpenFrag они уже делают. При этом дальше пушить мид никто не идёт. Тоже очень хорошо. Дуга занята в дальнюю, то бишь в близкую, с точки зрения нуля. Пиксель сейчас делает минус, скорее всего, нет по Чанго. Ну, идеально. Они так стоят, что игрок под номером 8 идёт, а там Пиксель всё это время в спине. Да, тут апдаун контрится с двух сторон. Но Пиксель здесь занял не лучшую позицию. Он апдаун отдал целиком и полностью по Чанго. К таким поворотам не готов. Ты посмотри. Жизнь не готовила. Вот, он уже выходит. Это ошибка Пикселя. Он занял такую позицию, что изначально смотреть в апдаун он не может. И теперь, ну, никто же его не ждёт, понимаешь, на точке А. Ну и бомба на Б. Тут надо как-то грамотно разыграть сейчас. А он пойдёт в коннектор. И сейчас заберёт Галантиса в спину. Скорее всего, так оно и будет. Хотя сам по Чанго тоже идёт сжать. Минус от рейджа есть. Пиксель пытается прострелять, но сделала это слишком рано. СНК врывается. А, не, нормально всё. Да, пока вот Пиксель отвлекал на себя внимание, СНК врывался. Вот он, по Чанго реабилитируется за все грехи. И выбивает бомбу. Дублёр 1. 30 секунд. Под Смаком, кстати, скорее всего, Плэнта он заберёт. И если госпожа Фортуна ему... Ой, кривой Смок. Ну, дружище, с таким дымом, конечно, не грех было и погибнуть. В итоге теряет много тайминга. Ну, лепит первый ход. Что, второй бы ещё залетел? Но не так всё хорошо. Ну, а при этом у Почанги 29 хп. Можно забрать у Пикселя 56. Но Пикселю всё равно. 8-3. Бомба не установлена. Ну, и пока, походу, наш прогноз на третью карту работает. Да, ну вот, хотя бы 5 нужны, Inhuman. Взяли атаку. Какой-то супер игры пока что не продемонстрировали. Выиграли один раунд благодаря квадрокиллу игрока. Второй раунд просто в пятером задавили бест тэками. Я не знаю, как там Revolution никого не убили. То есть, ну вот, два из трёх взяли вообще неизвестно как Inhuman. Да, и теперь посмотри. У них снова нет денег. Это эко. Хотя, хотя, может, Диггл усвято и зайдёт или что-нибудь ещё. Опять кто-то натупит. Ведь как бывает? Если раунд вот берётся, да, в этом матче, его натупит обязательно. Ну, давайте смотреть позицию в целом у КТшки. Охотник слева. Ствол охотника! Первый, второй, третий на очереди. Это, дорогие друзья, разрыв. Хорош! Давай четвёртого. Нет, на четвёртого, увы, сил не хватило. Но тут включился СНК. Кстати, второй или третий раунд. Он уже бегает с UMP45 и продолжает фармить деньги. У него уже 5 стоп. Да, замечательная, замечательная ситуация в плане финансов сейчас у Revolution. Опять-таки, очень важно в дефе сохранять экономику. Ну, вот не прям, конечно, суперздорово. Но при таком преимуществе 9-3, ну, раундов 10-11 вполне реально тут Revolution отжать. Да, самое главное сейчас не натупить снова. Что касается Inhuman, они пока собираются играть медленно. Бомба находится вот где-то под входом в дроп-рум. Снайпер на лонге, стандартная позиция. Один контролирует поджимы с меда. Ну, со стороны КТ в смысле. В общем, пока все дефолтно, но Inhuman пока явно собираются выходить на точку боя. Ведь они там находятся вчетвером, бомба там же. Ой-ой-ой, под смачком сейчас ошибается Галантис. Вроде бы играл на инициативу, хотел быть первым на контакте. Но в итоге получил свою порцию свинца. Маллингер в упоре. Ну, вот тут, конечно, тайминг все-таки позволяет ему закрыться молотовым. Inhuman в большинстве. Еще один минус из АВП. Вот так вот. При этом сейчас он уже нашел в дыре голову Маллингера. Ну и осталось сейчас только дать грамотные раскидки и сплитом зайти. Вот он, дублер со своим сплитом. Не делая минуса, получает от Пачанги. Пачанга же дальше врываясь. Вместе с НК делают еще один минус. Только после этого Свят дает размен. Еще один минус. Свят сделал ключевую работу в этом раунде. Это 9-4. Да. Тракторист. Ой, тракторист последний. Что-то там ребята начали друг по другу стрелять. Не разобрались в контакте. Но все-таки Шерш закрывает все эти дыры в игре. Inhuman. И счет 9-4. Ну вот, будут ли делать бай при такой ситуации, когда трое без денежек? Ну нет, уже от двух девайсов отталкиваться будет странно. Притом, что денег вообще нет. АВП. Пачанга говорит. Ребята, вы как хотите играйте. Я просто АВП куплю и все. Так и не будет же в следующем денег. Нет. Сейчас, если бы не сделали ЭК, каждый мог бы в следующем закупиться. А так Пачанга уже в следующем закупиться не сможет. АВП ему вряд ли кто-то дропнет. Галантис, может, ему Галильчик дропнет. Фомасик! Вот этот хэдшот! Как не прикрыли-то! Слушай, и вот стояли специально на прикрытии. И тип выходит, и чем целится секунду, наверное. Да-да-да. То есть решил же наверняка, знаешь, не отмашка, нормально. Молодец! Реализовал. Ну, показал ЭВП. Сейчас инхьюмэн сидят и думают, а что там за волевуха? Что это за такой бай интересный? Оп. Пошел дропчик. Галантис должен был слышать. Да, он точно слышал, но при этом свой дигл не палил. Дублер очень аккуратно открывается и находит. Как здорово-то сейчас сыграл Дублер. Заманил локотком сейчас Дублер своего талента. Да, красавчик. Развел. Вот он точно знал, что в окошке кто-то может сдеть в первый раз. Вот там Аркадас ЭВП в спину, конечно. СНК, ты посмотри, вешает хэдшот Кензору. Вот в чем фокус, но ненадолго, Дублер, размен. АВП Аркадец Пину все это время дает даблкил. Ну, конечно, Майлингер тут старается, но там на бомбе уже все сидят. И как бы Дублер, осознавая всю трагичность положения, говорит, ребята, как вы умудрились слиться. Пауза от Шерша. Вот опять на последнем раунде половины ставится пауза. Не знаю, по какой причине. То ли Тим Ток, который зачем-то. То ли технические трудности. Ну, ты знаешь, может быть, этим толк. Ну, я, по крайней мере, на это уповаю. Чтобы мы не видели сегодня вообще пауз. Ну, пауз в смысле тайм-аутов. Мы видели технические, там какие-то были траблы. Но так-то тайм-аут, несмотря на ситуацию, которая у той и у другой команды была довольно катастрофическая в определенное время. Так, ладно. Гип на рыба просто. Гип на рыба, да. Ленина вела в ступор. Камера крутится. Так вот, не было тайм-аутов. А сейчас они появились. И это хорошо. Видно, что, ну, Инхумен не хотят там отлетать, да, как раки какие-то. Если они проигрывают, то с максимальным уроном для соперника. Ну и вот он. Дракон огнедышащий. Ковер-драгонор, я бы даже сказал, да. Ковер. Жесткий, жесткий ковер. Ну что же, Пачанга взял инициативу на себя, приобрел АВП, сделал три фрага за Аркадий Лспину. И вот это спорное, казалось бы, решение позволило все-таки укрепиться в обороне именно команде Revolution. Ждем окончания ТимТока. Пока что летаем по карте. Слушай, вот интересно, нам показали вывеску Excite. Мы полетели за эту вывеску, и у нас просто яма. Людям предлагают выйти. Нет выхода. Выйти в яму, лестницы никакой нет. Просто выход на тот свет, а там два КТшника стоят и тебя встречают. Да-да-да, а ты самиком прыгаешь. Доверился Гейбену, а там нет никакого выхода. А там не выход нифига, да. Заходите пока что на сайт ksgowskini.com, дорогие друзья. Генеральный партнер Pro Division, а наш хороший друг и товарищ. Сайт ksgowskini.com. Сайт, на котором вы станете богатым. Кстати, примерно в следующем матче, наверное, тоже в перерыве между картами, мы уже с Гомером тоже зайдем на этот сайт, тоже сыграем. Обязательно аура Гомера. Да-да, будем обмазываться. Сначала кидать, потом обмазываться. Все будет. Можете сыграть, кстати, вместе с нами. Сидите в прямом эфире, ждите окончания первой карты в следующем матче. Ну и можете зайти на сайт и вполне... Поставить пару ножей. Да, против моего калашика, какого-нибудь за 10 баксов. Все возможно. Вот такой супер розыгрыш, но не розыгрыш. У меня калаш за 10, вы ставьте, что хотите. Если выиграли, это розыгрыш был. Все понятно. Если проиграли, извините. Если выиграли, еще фолло проверим. Если вы еще не зафоловили, то нам вернут. Не выведется почему-то калаш в сайт. Да, что-то в сайт упадет, увы. Но этот роллинг, конечно, инхьюман. Опять-таки после паузы вынуждены делать афорсбайп. Последний пятнадцатый в первой половине. Калаш, четыре тека и вера в победу. И вера в победу. Две снайперские винтовки есть у команды. Revolution Gaming, это два авика киты есть. По гранатам все хорошо. В общем, этот раунд должен уходить команде Revolution Gaming. Но мы уже на протяжении двух карт поняли, что в этом матче сюрпризы могут быть. Ох, какими внезапными. Ну, пока раскидки на друпрум. Молотов, серия флэш, хаешка. Никого не надамажили. СНК продолжает засидеть. На выход! На выход! Мы не просто так говорили про ад, который находится в конце друпрума. Здесь действительно был ад. Инхуман не по таймингу десантировались туда. Ну и теперь они делают стяжку и с плитом пытаются выходить на точку А. Пачанга ловит смок. Тут же уходит коннектор. При этом красный пиксель делает минус. Да, делает. Через секунду после этого отлетает. Ну и что же. Вдвоем, вдвоем. Рейдж, Вантерчайлд плюс Шерш. Тут как-то жестко сыграли Revolution. Вся эта пауза не помогла абсолютно. Команде Инхьюман, ну банально плохой тайминг, плохой выбор времени десанта. Ну и там уже все спалились. Так что самое интересное, вот они изначально дали кучу гранат. Подождали. Подождали, а потом десантировались в свой же молотов. Красавчики, что тут скажешь. И при этом вот когда они спрыгивали, они уже никаких гранат не давали. То есть даже флешка пресная не влетела. Обманный маневр. Да, они просто решили, что этого молотова все испугаются и убегут. Или кого-то уже не будет. Отличная логика. Ну да ладно, вторые пистолеты, последний шанс команды Инхьюман вернуться на большой Коблстоун и все-таки еще разок побороться против Revolution. 11-4 после первой половины. Хорошие шансы на победу у Revolution. Отличное просто. Самое главное сейчас зацепиться за пистолетку и наконец-то закончить вот эту череду выигранных, проигранных пистолетных раундов. Однако, однако, Свят вместе с Шершем пытаются всячески этому помешать. Движуха в окошке, дропрума, куда втроем решили ребята лезть. Закончилось провалом для команды Revolution Gaming. И Пачанга, вешая хэдшот к Инзору со своим тиммейтом, будет вываливаться на пустую точку Б, но бомба потеряна. Да, там на планете тусуют три представителя звена Инхьюман. Что-то перемудрили Revolution, сделали фраг на А и, видимо, решили, что мы успеем пробежать почему-то через дроп. Ну, по факту, смотрите, не все потеряно, Пачанга напрягает очень качественно. Пиксель выпрыгнул, тут же Пачанга неужели не устоят на бомбе сейчас Инхьюман? Нет, все нормально, все нормально, Свят делает этот, даже эту серию минусов, сколько он там... Трипл килл, да, трипл килл обеспечил на этом пистолетном раунде, я слышал крики отчаяния где-то на заднем фоне. Но это 11.5, дамы и господа, ничего еще не закончено. Интересный, красивый Counter-Strike только начинается. Еще раз напомним, что это про серию, первый из двух Best of 3 матчей на сегодня. Да, потный пот был на карте Mirage, после этого Revolution показали довольно качественную игру на своем пике кэше, и вот теперь Cobblestone. Вновь, кажется, первым номером играет Revolution, но Инхьюман, потащили пистолеты, все хорошо, есть девайсы, есть фармганы. Ну и только в путь, главное теперь точно стрелять от позиций. Так, интересный поджим от Rage, выходит в ноль, собирает важную информацию, в это самое время Revolution, давая раскидки, пытаются вывалиться на точку B, Дублер делает минус, серия кило в ответ от Пачанги, от Маленгера, Шерш! Вот это да! Столько дэмэджа там было! Ну и посмотри, Свята с Rage этим пользуются, они делают два минуса, и оба эти минусы в ассисте с этим самым Шершем. Пиксель заходит в спину, он может спасти положение, но Свят как будто почувствовал, что кто-то есть в спине. Он прочитал грамотно ситуацию, и все-таки, развернувшись в последний момент, ставит точку в раунде вновь Свят. Ну что же, Inhuman, нельзя списывать со счетов эту команду. Парни за каждый виртуальный пиксель цепляются руками и ногами, понимая, что на кону три очка в Pro Series, возможно, надежда на выход из группы. Напомни, Федор, какой призовой фонд в этом году на Pro Series, Starlauder? Он растет, он растет постоянно. И до каких же цифр он уже вырос? Шесть, ну, по-моему, шесть с половиной, не знаю. Шесть с половиной? Анонсик-то есть уже или нет, опять-таки. Возможно, это еще... Это как минимум полторы, друзья, чтобы понимали. Меньше не будет. Ну, самое главное, да, деньги, конечно, это хорошо, но лучше, что дается слот на следующий сезон Star Series. SNK и Pixel. Нам пытаются что-то... Да. Вот это повороты! Все проверили, еще нет. Ладно. 11-6. Паченко с двумя ХП тут показывает нам чудеса выживаемости, не отдает. Фамас говорит, у меня два ХП, но не отдал. Мой Фамас. Точно, два ХП, нет армора никакого, но вот самое любопытное будет, если он сейчас куда-нибудь зайдет в спину или еще что-нибудь сделает серию килов и все, это изи раунд для революшек. Ну, конечно, это маловероятно. Все, у Inhuman здесь хорошо, один игрок находится на точке, этого будет достаточно, чтобы принять вот этот выход. Ну, здесь просто нужно натупить. Интересно, в какой же позиции непосредственно находится Свят? Опачки! Человек-пушка сейчас вылетает в окно, Паченко реализует свой драгоценный Фамас, SNK ставит бомбу. Ну, Inhuman, все было хорошо до момента установки плента. Теперь приходится выбивать, но благо киты есть, арморы тоже есть, это выбивание должно нормально пройти, но... Нет понимания, где. Да, SNK просто делает килл на абсолютном морозе. Кензор пытается отстреливать на его контрит SNK, ну ты подумай. Бэтмен, сейчас был Кензор, спрыгнул в пустоту, ну и мы видим, революшн взяли очень нужный для них клатч-раунд. Лишили экономику команды Inhuman, сделали мощный удар по морали, что самое главное украинские команды, ну и я вижу мини-JV у нас. Да, только у JV был сейв тов, а у этого товарища нова. Но вообще в этом смысл есть. Тут фишка в том, что у Rage было 5000 долларов, а бай полноценно делать смысла никакого не было. И в принципе он здесь абсолютно прав. Он купил нову, потому что ну там одним килом буквально, да, можно нормально расформить денег. Ну, по крайней мере ее купить, да, и при этом ты еще делаешь минус, лишаешь экономики своего соперника. При этом он дропнул скаут Святу, у самого осталось в районе 3000. В принципе здесь Rage разрулил все как нельзя лучше. Осталось все это дело реализовать. Все эти скауты и новый парень в яме погибает. Ну и как бы мы там не рассказывали про четкую, продуманную стратегию с экономикой. Да, все крушится буквально одним минусом по этому бедняге. Дублер 49 кп, Санхан наконец-то замечает прыгающего за королем игрока, но забрать его не получается. Пачанга, чек другому. Будет прыгать, судя по всему, закрывает спокойненько смоком сейчас дропчик Шерш на контакте. Ну вот вроде бы стоят, стоят инхьюмэн, но отдаются по одному без размена. И Революшн уже в хорошем качественном преимуществе. Оп, Пачанга спрыгнул, Шерш это услышал. Тем временем, нет, 5-7 не сыграл. Выше головы куда-то улетел прицел. Да, Шерш тоже не сыграл. В общем и целом, 13-й раунд для Революшн Гейминг. Ну, ни много ни мало. Три до победы остается этому кыргызско-казахстанскому миксу. Те самые азиатские соколы. Ну, сейчас уже даже кыргызско-казахско-рускому. Пиксель все-таки, по-моему, российский игрок. У меня даже где-то в друзьях был. Не помню, но он точно не казах. Все, интернационал просветает у нас в продивизионе. Революшн укрепились. Пикселя мы тащат. Вот так-так. Ну, что же. Пока как-то односторонненько выглядит Кобблстоун. Какие-то отдельные раунды берут Инхьюман. Где-то квадро, где-то на рандоме, где-то проперлись. Ну, вот командности маловастенько. Казалось бы, 3 в 2. В позапрошлом раунде что мешало выиграть? Непонятно. В итоге вынужденная эко. По факту второе для Инхьюман. А это уже, по идее, 14-й. Если чудо не произойдет. Так, Пиксель у нас из Саратова. Вот какую я инфу нашел. Так что... Все, супермикс теперь. Киргизы, казахи и саратовец. Вот что может быть лучше. Нет, конечно, это реально хорошо. Парни взяли достаточно опытного игрока, чтобы он как-то попытался помочь. Ну и видно, что вроде это работает. Это СНК пока же. Находят Шерша. Опа. Ну и 9 грамм свинца находят его голову. СНК теряет львиную долю своего здоровья. Пачанга, тем не менее, делает размен на дропе. Ну и вот вновь позиционно переиграли Revolution. 5 против троих. Все стоят дальше у Инхьюман. Размена не было. Ну давай начнем с того, что все-таки это экономически от Инхьюман. И если бы они... Закрыто на B как-нибудь там стать. Ну, если бы они его выиграли, просто было бы странно. Сгорел СНК. Ну да, я вижу, Маллингер вот пытается парням помочь. Давайте, пацаны, вот вам минус. Уже даже 2 есть. Давайте долго соберитесь. Но нет, свято, понятное дело, здесь заберут. 14.6. Ну и последняя надежда для Инхьюмана. На самом-то деле, или они сейчас проигрывают свой девайс на раунд. У них вновь не будет денег, и они отдают уже матч-поинт команде Revolution Gaming. Или шоу must go on. Да уж, конечно, разрыв по раундам пока выглядит довольно внушительно. Но мы все знаем, как это все быстро меняется. Буквально 2-3 раунда выиграть Инхьюман, потом пару Эко-Революшн. И вполне вероятно, там десяточка засверкает возле украинского флага. Но, конечно, вот по факту на Кобблстоуне, ну, пока что как-то поувереннее все-таки Revolution. Да, поувереннее это точно. Вот и ты, кстати, уже подмечал, что Инхьюман, те раунды, которые они взяли, брали по большей части на морозе, да. То есть какие-то ошибки, какие-то сумасшедшие клачи, и вот вроде как что-то есть. Рейдж промахивается, к сожалению, для него мог бы хорошо начать этот раунд, но нет. Да, в прыжке был игрок коллектива Revolution, но немного ему все-таки тут повезло, что Инхьюман промахнулись из АВП. СНК, кстати, постоянно на платформе, я какой раунд на него не смотрю, у него точка не меняется. Тупо платформа B играет. Ну и галантис палит АВП, промахивается по ножкам, СНК прострелил уже, мы видим, рейдж. Да, наконец-то получилось под B реализовать свое АВП, при этом его пытаются выкурить молотовым источникам, но молотов лег. Он не долетел. Да, молотов вообще лег в никуда, ну посмотри, какие прострелы через дым от Маллингера, он на дереве. Находит ноги Кензора и сносит тому 44 хп. Но Кензор отвечает отличным минусам по Маллингеру, в итоге уже трех игроков теряют Revolution Gaming. Ну и, по всей видимости, шоу все-таки must go on. Да, Пачанга, ну вот правда Пачанга, и такой нежданчик мог получиться, принес бомбу сейчас своим оппонентам. Галантис палится за деревяшками, ну и, конечно, как-то тут уже уйти целым не представляется возможным. Галантису 14-7, двойной разрыв по раундам, ну и продолжается битва между этими командами. Битва, друзья, продолжается. А что по баю? Бай-то, понятно, у КТ будет полноценную Т, вроде тоже, они же достаточно много раундов добрали. Да, скорее всего, скорее всего, все должно быть здорово. Так, есть АВИК, я вижу один у КТ, так точно, даже два есть АВИКа. Один, что интересно, у Кензора, второй у Рейджа. Ну, Рейдж-то по дефолту. Ну, Кензор на кэшеп подал, а за АВИКа неплохо, видимо, он такой запасной снайпер у N-Human, если уж. Финансы позволяют, кстати, тут врыв, СНК решил на первом тайминге, при этом бомба в респе, что-то непонятное тут дело, СНК. Ну, он решил просто открыться, и, ну, под это дело к нему бы вышло вот два тиммейта, получается, да, которые тоже были один на лонге. Ну, это ставочка на опенфраг. Ну, да, да, как иначе. Ну, ведь у опенфраги-то ясно нужно делать. Здесь, видишь, если бы Кензор промахнулся, или если бы, там, он был повернут спиной, или что-нибудь еще произошло, все было бы нормально. Рейдж идет поджим, лонга делает минус, размен, еще один размен, Маллингер. Ну, и самое печальное, на самом деле, развитие раунда, два в три, при этом они знают, что АВП одно под Б, и они идут на него. Ну что, есть флешка, есть смолк, как-то надо отрезать. Да еще Молотов есть, я думаю, Молотов сейчас должен полететь на дефолтную позицию снайпера, то бишь на курятник, где, в принципе, Кензора находится. Ну, а дальше Revolution Gaming будут действовать по ситуации. Но сначала влетает, что там, флешка. Ну, Кензор не заваншотил, понимая, что дал очень много дэмэджа, ждет хилпы. Вот своих тиммейтов, поздний такой. И 19 хп, посмотри, что интересно, Кензора так и не забрали. Как это произошло, я не знаю, с ветким временем врывается из-под кома, тут же получает по голове от пикселя, ситуация внезапно меняется 2 в 2, но Кензор даже с 13 хп, вот, вот он живой Кензор, которого пытались выкурить из курятника, и молотовыми прострелами, оставшись живых с 19 хп, делает ласт фраги. В итоге квадрокилл в его исполнении. Да, отличная работа, вот тебе и второй АВП у Inhuman, которая действительно радует фанатов этого коллектива очень-очень сильно. Revolution ставят бомбу, в принципе, есть деньги на закуп у всех, кроме Галантиса, но решают немного. Сэкономить сейчас Revolution, понимая, что есть запас по раундам, покупают тэг, армор и будут бежать, кстати. Что-то вот пинги сотка, я смотрю, или я не замечал до этого, или они выросли немножко. Ну, киргизов немножко выросли до этого, что в районе 70-80 было. Но, наверное, в Киргизии сейчас все плохо. Не знаю, тихий час какой-то. Нет, ну да, знаешь, такое бывает, там проблемы... Под вечер все пришли с работы, давай качать. Ну да, там же один провайдер, получается, огромный, да, который просто на всех остальных раскидывает канал. Может, проблема у него. Вот, не будем думать, гадать, будем смотреть за выходом, очень агрессивным от Revolution Gaming, и за приемом, не менее агрессивным, от команды Inhuman. Пока же серия разменов в пользу команды Inhuman 3 в 1 уже остаются эти украинские ребята. Маллингер в соло, ну, пусть и с первым армором и авиком, и с бомбой на руках, но тяжеловато. Ну, если удастся сейчас резать рейджа, то можно еще минуту побегать на самом деле, помансеваться, а вот будет все зависеть от этого контакта, но неожиданная позиция, прямо скажем, от снайпера Inhuman. Точно, я ожидал, Маллингер, что в нижнем правом углу сидит тип с АВП. Да, но денег больше пяти тысяч у большинства игроков, атакующих команд. Атаки, да, Revolution с девайсиками, это все-таки был ЭКО. Да, я вот только не понял, они с теками арморами были или нет? Нет. Просто, просто теки. Да, в любом случае, там и так, и так хватало. Были деньги у всех, кроме Галантиса, там, за четыре тысячи, поэтому, может, даже с арморами. АЕшка, флешка на снайпера, Кинзор, ну, делает выстрел судьбы, и разворачивается, уходит обратно, понимая, что у него еще пару хаешек может прилететь. Молотов, вот, что-то блестящее. Он же видел этот смоук и все равно дал. Не, но он, может, решил, что смоук ли рассеется, или Молотов дальше пролетит и куда-нибудь там сгорит. Ну, в общем... И, вот, минус от Рейджа. Рейдж очень жестко стал попадать по последним раундам. Прям видно, что АВП, Кинзор и Рейдж окупали и будут окупать еще неоднократно. Да, молодцы. При этом Дублер находит макушку СНК в дропруме, делает уже второй фраг. И, знаешь, мы обычно говорим про фактор пятнадцатого раунда, да, у многих команд. Здесь же даже до пятнадцатого не дошло. Революшн Гейминг, которые так стабильно брали раунды и в первой, и в второй половине, сейчас просто... Увы. Не удается Майлингер. Вот это неожиданное решение. Подбирает АВП Галантиса, делает из него один минус. Пробирается уже под базу Б, Паченко, хороший тайминг, давит Дублера, это уже три в три. Хорош. Майлингер, однако, промахивается, этот промах стоил ему жизни. Паченко, открываясь из дропрума, дает размен, как же играет Паченко и как же его тяжело контрить. Бомба ставится под лонг, лонг Паченко уже занят. Интересно, куда пойдет Пиксель, он никуда не пойдет. Он просто возьмет АВП и сделает минус под коннектором. Галантис никого не убил из АВП, зато его тиммейты 3-4, сколько они фрага сделали из АВП. Три так точно, Майлингер один, а Пиксель еще два фрага, и вот он тот самый пятнадцатый. Опять-таки, раунд неординарный. Вроде бы все хорошо для Инхьюман, все здорово, бам-бам, выходит Майлингер. Ну там дропрум, там стопроцентная ошибка была в том, что сначала, ладно, он зашел из дропрума в спину, забрал одного, это еще полбеды. Но потом, когда он уже на коннектор открывался, на второго, его тоже никто не ждал. Я, ну, более чем уверен, что КТ был отвлечен игроком на пленте, но это не отменяет того факта, что нужно было занять, может, какую-то позицию подальше, да, но нельзя было открываться под дропрум никак. Да, по факту сейчас, конечно, Инхьюман в плачевном положении, есть АВП по девяносто и три пистолета. Вот и все, на что сейчас будут рассчитывать игроки из Украины. Ну, зато АВП на платформе, никого там не увидев, ни на чеков возвращается, Свят шумит, ну, девайсы под Б. Да, ну и такие раунды, конечно, команды Инхьюман брались, брались и хуже раунды, вообще девайсов не было, были только там тейки, арморы, да. Но и сейчас, в принципе, да, может зайти, но Revolution, посмотри, они настолько осторожно действуют. Вот прошло там почти минута раунда, а бомба до сих пор под нулем, как находилась, так и находится. А вот дублеру везет, он находит свои возможности, делает килл по Маллингеру. Что, Revolution, стоят, стоят, холдят, холдят, остались в меньшинстве. АВП, да, на дистанции, а так и понимает, что туда лучше не ходить. Бомба все еще на змейке. Один игрок в яме, это контакт на карте Кенза, Рейлины все-таки погибает, при этом не попав вообще ни разу по Пикселю. Да, вот Пиксель размонцовал, его все-таки перестреливает, Галантис 54 хп. Ну и момент истины, 30 секунда, Молотов на дропрум и врыв в Б. Да, с одним, кстати, сплетующим с точки А. СНК минус Петухан, реализован, реализован дважды святом, тот спреем забирает и Сэмми Хиппоу, СНК и Галантиса. Ах, как подловили сейчас. Да, убили Пикселя, Пачанга отдался, Рейдж успел сместиться вновь под базу Б, и вот он раунд от Inhuman. То, чем мы говорили, все возможно, ребята, в про-серии. В общем, что я могу сказать, какие выводы я сделал. Когда какая-либо из команд в атаке играет медленно, вот как сейчас, да, 15 раунд, вроде все хорошо. Возьми куда-нибудь, ну, соперники, они же совершенно не могут нормально законтрить пуши, правильно? Да даже если, ну, вот просто на морозе выйдешь в дропрум, все равно какой-нибудь минус сделаешь. Здесь же Revolution решили играть до самых последних секунд, и вот это единственное, что против Inhuman, ну, не работает, да, вот на медленную, по одному, они нормально отстреливают, хорошо все делают. Сейчас примерно то же самое. По 90 на поздних таймингах не законтрили, спреи два минуса, и... что там у нас? Тральнул немножечко. Ага. Но это дело такое. Да, не хватило таймингов, не хватило темпа сейчас Revolution, но раунды все-таки позволяют им ошибаться. Этот факт никуда не денется. Почанга последний, тут обычный приемчик от Inhuman. Встретили эти теки армора, и все было у них без проблем. Вот он выход дропрум, которого не хватало до этого, но не в тот момент. Да, не в тот уж точно. Молотов на последнего Почангу, тот с UMP. Ну, и вроде сейвить не вариант, да, и инфа по тебе есть. И вообще, вот что тут бедолаге этому делать сейчас? Верить в победу и бежать. О, ты поверил в победу? Вот в такой ситуации-то для себя, когда вообще весь мир против тебя... Вот сейчас Кензер ошибается. Нет, не ошибается. Ты хотел, но Кензер тебя подвел. К сожалению. 15-11, несмотря на довольно большой разрыв по раундам. И эко. Да, был камбэк от Inhuman на 14-ом, продолжается камбэк на 15-ом. Финансы подорваны. И теперь уже Revolution. Из последних сил буду стараться взять 16-й раунд. Очень жёсткий бой на трёх картах. В паре Revolution и Inhuman у нас на экранах. И это ещё далеко не конец. Это, возможно, только начало интереснейшей серии овертаймов. Но пока экономически говорить об этом не стоит. Да, там следующие девайсы, на которые Revolution, возможно, проиграют и скажут нам, будут ли оверы или всё-таки нет. Одни у нас уже были, даже две серии. МР3 на карте Демираж. Хорошо. Ну, там Inhuman как-то на второй серии проснулись, взяли 4-0. Отличный такой показатель. Да, на кэше снова заснули. А вот теперь такие, ребята, что-то там уже 15-ый. Давайте тащить. Да, надо просыпаться снова. Надо порадовать зрителей. Да, красивым Counter-Strike. Галантис АВП без армора в атаке. У Revolution в любом случае ещё один девайсный будет. Но, конечно, у них задача реализовать как можно быстрее эту атаку. Да. Ну, как быстрее? Тут же... Ну, не в смысле быстрее в раунде, быстрее как можно по раундам. 16-12. А, ты к этому, ну, Свят, по-моему, опять против. Он вновь делает open-frag, его не надамажили. Он ворвался, сделал килл, развернулся, ушёл. Вот это всё, что он сделал. И теперь Revolution Gaming играют 4 в 5. Понятно, что ситуация далека от критичной, но неприятно. Особенно после таких врывов в лонг от снайпера с защищающей команды. Вот то же самое мы видели в первой половине, когда Inhuman подходили к точкам 5 в 5, теряли 2, дальше стоят. Вот это какой-то чек был интересный. Да, позиция очень дефолт. Галантис! Без армора, Давид 2, потерял 8 кп. Интересно, увидел спрэк 3-го? Да, 3-го увидел. Также забрал его, тут же перестраивается на коннектор. Коннектор заперт смоком. Что происходит? Это Галантис! Как мы его хейтили во второй половине миража, но парень может. У него получается выходить в аркаду фаззумить, это классно. Ай, ну вот пикселя нашли его, чекали изначально. Галантис промахнулся, увидел игрока на балконе, ушёл обратно. Ну, бомба, посмотри, установлена уже на B. А команда-то инхуман это не понимает. Ой-ой-ой. И Галантис будет отвлекать на себя внимание до последнего. Ты посмотри, что происходит. Хэдшот Галантис увлетел. А Боба-то на точке нет. Почанга сидит и говорит, здрасте, дорогие. А у Рейджа 29 кп, у дублёра 10. Если Почанга проиграет этот раунд, я вообще больше никогда верить в него не буду. Можно играть вообще на таймер в таком раскладе. Почанга, в принципе, этим и занимается. Так и Боба под него стоит, да. Что самое интересное. Ой-ой-ой, как плохо это всё было. Бомба дефюдится, он не слышал. Он не слышал. Дружище. Не-не-не, собрал, собрал. Смотри, полсекунды оставалось времени. Нет, и Почанга с божьей помощью всё же делает этот раунд. Что тут скажешь? На волосок. Вот реально на волосок-то видел? Там уже вот секунда, и она тоже идёт. И тут Почанга всё-таки догадывает, за что, блин, Боба. Вася, проснись, там дефюз. И он делает. 16-12. Очень красивый, очень яркий бой на Коблстоуне. Стоит всё-таки похвалить Inhuman за качественный камбэк. Но именно Revolution завоевали три очка в своей группе. Ну, а мы напомним, что генеральным партнёром про серии является сайт CSGO Skinny.com. Сайт, на котором вы можете мало того, что выиграть скинцов, так ещё и поглазеть на красивую девушку, которая специально для вас эти скинцы разыграет. Мы же с вами не прощаемся. Ну, Фёдор прощается. Да, меня заменит Гомер, но это будет уже ко второму Best of 3. Поэтому оставайтесь с нами, не разбегайтесь далеко. Далее нас ожидает ещё более интересный CS, больше и ярче. Всё, спасибо. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok